Греки называли их пищей богов, а древнекитайские философы – едой гениев. Египтяне именовали богами смерти, а древние славяне считали оборотнями. Это грибы. Биологи теряются в догадках, к какому классу их причислить – к растениям или к животным. Они существуют и развиваются по своим непонятным науке законам, а их структура кардинально отличается от всех других земных организмов. Последние исследования доказывают – грибы могут быть разумны. Но откуда они взялись на самом деле? И в чем состоит их тайная миссия на нашей планете? Грибы невозможно уничтожить, и даже ядерная война не станет для них катастрофой. Они не растения и не животные. Если мы думаем, что мы гораздо умнее и лучше грибов, ошибаемся. И последние открытия ученых доказывают – грибы разумны. Фосфор формирует мозг и нервы. И грибы очень богаты фосфором. Но как они распоряжаются своим интеллектом? Ни одни организмы так не повлияли на историю человечества, как вот эти фузари. Как грибы издревле воздействуют на наше сознание? Манна небесная – это, я думаю, что мало кто знает, такой вид лишайник. И что им от нас нужно? У меня буквально зашевелились волосы на голове, потому что стало страшно. Возникло такое ощущение, будто грибы за тобой наблюдают. Они следят за нашими движениями. Они убивают животных и растения и уже добрались до нас. Грибки сейчас стали на первое место по поражению организма человека. Кто победит в этой невидимой войне? Смотрите прямо сейчас фильм «Грибное нашествие» из цикла «Живая тема». Ученым удалось изучить и классифицировать всего 80 тысяч видов грибов. Между тем, на Земле насчитывается более 2 миллионов их разновидностей. От 2 до 5 миллионов видов. То есть их, конечно, колоссальное количество. И каждый год открывается огромное количество видов самых разных, так сказать, группок. Грибы повсюду. И они приспособлены к жизни на нашей планете гораздо лучше других организмов. Грибы могут жить как в кислой среде, как в среде очень соленой, в нейтральной среде, в щелочной. В любой среде. Причем могут жить и размножаться как при высоких температурах, более 40 градусов, так и при низких. В 2002 году специальный робот обнаружил грибы в разрушенном реакторе Чернобыльской АЭС. Они растут в бывшем эпицентре взрыва. Излучение в этом месте убивает все живое в радиусе десятков километров. Но только не грибы. Нас интересовало выявить, какие это грибы, какие механизмы помогают им выжить в жесткой радиации. Обнаружили такой уникальный штамп, который рос к источнику радиации. Его скорость росла по мере приближения к источнику радиации. Чем больше радиации, тем он активнее рос. Более того, эти создания не просто пожирают радиацию, но и очищают от нее воздух и почву. Благодаря именно грибам лет через 30, 40, 50 там уже будет хорошая нормальная плодородная земля. Если бы пошли на затраты, а вообще-то это достаточно затратно, и решили очистить почву вокруг Чернобыльской АЭС, они бы засадили ее мицельем, дождевиков, да любым другим мицелем. И эта почва, она была бы уже чистой через 5 лет. То есть грибы бы переработали вот этот вот цезий и все остальное. И именно эту идею решила взять на вооружение руководство Японии, чтобы устранить последствия аварии на Фукусиме. Но как такое возможно? Какую космическую тайну хранят грибы? Организмы, попав в тяжелые условия, протепевают такое состояние, которое называется окислительный стресс. Самые организмы начинают производить вот эту самую перекись водорода, которая губит все. Там уже на уровне мембраны идет, на уровне морфологии. Но самое главное, это функционально губит организм. Это настоящая сенсация. Ученые установили, чернобыльские грибы перерабатывают перекись водорода в антиоксиданты, вещества, способные замедлить окисление и омолодить организм. Даже самые обыкновенные грибы, растущие в наших лесах, обладают уникальной способностью к выживанию. И более того, они разумны. А если имеются источники радиации в виде вот таких частиц, то колония могла бы либо приближаться к нему, либо, наоборот, убегать от источника радиации, потому что скорость на тех краях, которые дальше от источника, будет больше, чем на той, которая вблизи источника. И, соответственно, центр масс сдвигался бы, уходил от источника. Ученые уверены, грибы – древнейшие существа на Земле. Они старше динозавров. И грибы пережили все катаклизмы, происходившие на планете. 65 миллионов лет тому назад гигантский астероид врезался в полуостров Юкатан, оставив очень большой кратер. И это привело к тому, что флора и фауна была уничтожена, кроме грибов и сапрофитов, которые как раз и питались останками этой флоры и фауны. И вот грибы – самые живущие, скажем, организмы на планете. Но чего достигли грибы за сотни миллионов лет эволюции? До недавних пор грибы считались частью растительного мира. Но последние исследования доказывают – у них гораздо больше общего с животными. В нем есть хлорофилл, который он вырабатывает, пигменты красящие, которые в нем есть. И самое интересное то, что в нем есть белок. То есть это белковый организм. Вообще в лесу это считается грибное мясо, лесное мясо. У грибов даже прослеживаются общие черты с людьми. Например, они, как и мы, могут вырабатывать витамин Д под воздействием солнечного света. Все устроены одинаково. И если мы думаем, что мы гораздо умнее и лучше грибов, ошибаемся. Фактически у нас то же самое все. Поэтому многие вещи, которые мы можем исследовать и обнаружить на грибах, мы то же самое увидим на человеке. Плазмодии или в обиходе слезевики – невероятные грибы, растущие в России. Они умеют ходить. Это уникальная группа организмов, сочетающая в себе свойства и животных, и грибов. От животных в них то, что они имеют способность к активному передвижению. Но плазмодии не просто передвигаются. Ученые делают сенсационные заявления. Эти грибы владеют телепортацией. Если им нужно преодолеть большое расстояние, они рассыпаются на молекулы и заново собирают себя в нужном месте. Вот эта вот пенка лежит на пне. Появляются первые солнечные лучи, его нет. Откуда? Испарился? Нет. Оказывается, он разбился на молекулы просто. Они выделяют какое-то такое вещество, которое вот как сигналы подает. И вот эти вот все молекулы объединяются, и опять они выползают вот на этот край пенька. Но это не единственная сенсация. Исследования некоторых ученых по-настоящему пугают. В 2000 году профессор из Японии Тэши Юки Никагаки совершил невероятное открытие, которое произвело переворот в биологии. Главный вопрос, на который я хотел получить ответ, это насколько грибы умны, насколько они разумны. И мои эксперименты показали, грибы действительно обладают зачатками интеллекта. Это шокирующее заявление основано на эксперименте. Ученый расположил небольшой кусочек желтого плесневого гриба у входа в лабиринт. Такие сооружения обычно используют для проверки интеллекта и памяти у мышей. На другом конце лабиринта специалист поместил кусок сахара. И гриб его учуял. Через несколько часов можно было наблюдать, как плазмодий сжался и образовал максимально сжатую структуру, соединяющую два выхода лабиринта, представляющую собой наиболее рациональное решение данного лабиринта. Ученый не поверил собственным глазам и решил повторить опыт, установив между грибом и сахаром небольшое препятствие. То, что произошло дальше, напоминало фантастический фильм. Между телом гриба и кусочком пищи находилось препятствие. Гриб с успехом решал эту задачу путем того, что он не заходил в те зоны, которые он уже исследовал до этого. Таким образом он находил кусочек пищи. Данный эксперимент доказал, что у слизистого гриба имеется пространственная память. Этот эксперимент повторяли множество раз и даже усложняли. Но результат всегда был одинаковым. Они прекрасно знали, что если их собрать, а доберутся до корма, по всей грибнице пойдет питание. И они будут прекрасно накормлены тоже. Но может дело не в интеллекте? И гриб всего лишь проявил какой-то неизученный инстинкт? Последние исследования японского ученого исключают эту версию. Профессор решил повторить данный эксперимент с картой городов-спутников в Токио, предложив решить грибу наиболее рационально соединить эти города. Целая гриба была расположена на месте Токио. На месте городов-спутников были расположены кусочки с питательным веществом. В течение нескольких часов можно было наблюдать, как гриб образует тяжи рядом с спутником. Картина оказалась похожей на железнодорожную сеть вокруг Токио, что лишний раз доказало, что данный метод можно использовать при проектировании транспортных систем. После этого специалисты окончательно убедились – грибы разумны. Но как такое возможно? Тесная связь между фосфором и мыслительной деятельностью признана давно. Именно фосфор формирует мозг и нервы. И грибы очень богаты фосфором. Именно изобилие фосфора может наделять грибы способностью мыслить. Но для чего им интеллект? И как они им распоряжаются? Смотрите далее. Как грибы воздействуют на наше сознание? Манна небесная – это, я думаю, что мало кто знает. Это такой вид решайников. И что им от нас нужно? Армия грибов жуткая, которая на нашей планете марширует и вытесняет уже и нас с нашей планеты. Они убивают животных и растения и уже добрались до нас. Грибки сейчас стали на первое место по поражению организма человека. Кто победит в этой невидимой войне? В славянской мифологии грибы считались живыми существами. Они умели перевоплощаться в червей, жаб, в золото и даже обладали даром речи. Они умеют говорить, они могут заманить человека куда-то далеко в лес. Вот человек, услышавший звук. Голос грибов, да, он не возвращается. В каждом лесу можно встретить грибы, растущие кольцами. Эти загадочные круги в Древней Европе называли волшебными, а на Руси – ведьмиными. Почему их назвали ведьминым кругом? В Средние века это явление было известно, и христианская церковь, ища обоснование этому явлению, она посчитала, что эта ведьма выходит для колдовских своих каких-то процессов в поля, где бегают по кругу. Ну, видимо, имелся в виду хоровод древнерусский, древнеславянский. И вот из-за этого хоровода якобы появляются такие круги. Специалисты заявляют, возраст некоторых из этих образований может насчитывать многие сотни лет. Каждый год они вырастают на 10-15 сантиметров. Им иногда находили вот такую грибницу в 70 метров шириной, или даже в 200 метров шириной. И вот представьте себе, 70 метров шириной – это значит, получается, 500 лет. 500 лет такой грибнице. Вот вам ведьмин круг. Наши предки были убеждены – внутри грибных колец сокрыты клады. Но отыскать эти сокровища простому смертному не под силу. В Иванову день, точнее, в Иванову ночь, да, как бы идут, ищут цветущий папоротник. По-разному этот, он цветет огненным цветом. Нечистая сила его охраняет, его надо как бы найти, сорвать, и тогда тебе покажется место, где растет клад. Ну, грибы – это как бы вот место, которое само по себе показывает, что если вот это ведьмин круг, то там может быть клад. Древние колдуны верили, если встать в центр такой фигуры, то можно увидеть свое будущее. Но долго оставаться внутри грибного кольца опасно. Человек может лишиться силы и здоровья, или даже погибнуть. В средневековой Европе, то есть, уничтожали и сам круг, и человека, который показал этот круг. У нас к этому относились более лояльно. То есть, у нас эти ведьмины круги, хоть и опасались их, но и грибочки собирали, и ели, и считалось поверье, что человек, который встанет в этот круг, он получит или какие-то знания, или какую-то удачу, или какое-то счастье. Место в центре грибных колец долгое время считалось заговоренным. Там не росла даже трава. Эта тайна ведьминых кругов была раскрыта только недавно. Оказывается, бесплодная земля внутри них образуется из-за того, что грибница разрастается и уничтожает другие растения. И начинает вот его грибница во все стороны распространяться примерно, так сказать, ну, с одинаковой интенсивностью. И постепенно дальше, дальше расходится. Вот в самой середине эта грибница уже отмирает. И как бы собой тоже удобряет это место. И трава растет лучше. А вот ближе к кольцу из плодовых тел, там активно развивающиеся грибницы, и наблюдается конкуренция за воду и питательные вещества между грибами и вот травянистыми растениями какими-то, которые образуют траву. Но, возможно, мистические свойства грибов – это не просто сказания и легенды. Опытные грибники знают. Их занятия не зря называют тихой охотой. Можно обойти пол леса, но так и не найти грибов, как будто они намеренно избегают встречи с человеком. У всех есть интуитивное осознание, что грибы, они действительно разумные. Вот представьте, ко мне грибы всегда льнут. Я никогда из леса не уйду в засуху, там не засуху. Я уйду всегда с полной корзинкой. Получается, что грибы играют с нашим разумом. Но как они это делают? И для чего? Долгие годы биологам не давало покоя странное явление. Раз в год муравьи в Западной Африке совершают массовое самоубийство. По непонятной причине насекомые карабкаются на верхушке самых высоких деревьев и силой вонзают челюсти в кору. Освободиться из такого плена они уже не могут и погибают. Но кто посылает муравьев на верную смерть? Оказывается, этот приказ им отдают грибы вида кардицепс. Он выбрасывает свои споры. Споры он выбрасывает как ракета на достаточно длинную дистанцию. Вот ползет муравей. Спора выбрасывается, прикрепляется к хитиновому покрову, внедряется. Этот муравей – это уже живые консервы. Он ползает замечательно. Буквально через день, через два остальные муравьи его перестают воспринимать. Они знают, что это уже зомби. То есть у него измененное сознание. А после смерти насекомых грибы начинают прорастать прямо из их голов. Картина словно из фильма ужасов. Обычно грибы энтомофторовые прорастают или через брюшко, или через глазниц. Кому как удобнее. Слава Богу, что энтомофторовые грибы и грибы Бавири, у них есть тепловой такой, значит, барьер. В нашем организме они развиваться не могут, а на наше сознание не могут. В джунглях Бразилии и Таиланда специалисты из университета Пенсильвании обнаружили целый ряд так называемых грибов-зомби. Они управляют поведением пауков, мух и вшей. Но как именно грибы подчиняют себе насекомых? Исследования биологов показали, попав в живой организм, споры грибов выделяют особые вещества, вызывающие галлюцинации. Но самое главное, по мнению специалистов, точно такое же действие грибы могут оказывать и на человека. Некоторые ученые высказывают смелую теорию. Именно грибам мы обязаны интеллектом. Наши предки-приматы могли начать питаться галлюциногенными грибами, которые повлияли на развитие воображения. Как вам сказать, они, наверное, человека сделали человеком творческим. Человеком, который может что-то творить, причем искусством. Северная и Южная Америка. До появления на этой территории европейцев местные племена тысячелетиями развивались в изоляции. И их достижения поражают. Индейцы-ацтеки, населявшие центральную часть Мексики, строили дороги, города и даже школы. Эти сооружения стоят на старых фундаментах. Фундаменты построены по очень высоким технологиям, которых не имеем мы сегодня. С применением различных видов механизмов, с применением различных крутящихся, вертящихся механизмов. Но самое интересное – это отношение американских индейцев к грибам. В 16 веке монах-францисканец Бернардино де Шахагун посетил племя ацтеков. То, что он там увидел, поразило его до глубины души. По словам монаха, чтобы исцелить больного, шаманы готовили из грибов снадобье. Но не давали его пациенту, а выпивали сами. И после этого он мистическим образом выздоравливал. Понятие лекарства в индийском мировоззрении отличается от европейского. Дело в том, что в индийском мировоззрении, так сказать, в индийском миропочитании лекарство должен принять не только больной, но и врач. Эти грибы ацтеки называли теонанокатл, то есть плоть бога. После их употребления у человека открывался дар ясновидения. Индейцы верили, грибы разговаривают с ними и раскрывают тайны мира. В этом исходном измененном состоянии им можно черпать какую-то мудрость, которая якобы им сообщается какими-то существами свыше. Вот по некоторым ритуалам этих ацтеков можно судить о том, что из некоторых актов потребления каких-то грибов они черпали, как им казалось, какую-то мудрость, какие-то советы, какие-то прорицания, какие-то заглядывания в будущее и тому подобное. Инквизиция объявила грибные ритуалы индейцев вне закона. Их проведение каралось смертью на костре и виселице, но эти традиции никуда не исчезли. Исследователи полагают, многие религии и философские трактаты, изменившие мировоззрение миллионов людей, были созданы под воздействием галлюциногенных грибов. Даже в самой же Библии написано, что когда путешествовал по пустыне народа иудейский, он употреблял манну небесную. Манна небесная, я думаю, что мало кто знает, это такой вид лишайника, который буквально падает с неба в тех местах. Он является, имеет вид комков примерно от двух до пяти сантиметров. Такие шарики, как бы пышечки. Однажды объехавшись такой манной, можно было не только увидеть какие-то чудесные картины будущего, прошлого и настоящего, но увидеть много интересных существ, пообщаться с ними. Намеки на употребление грибов, вызывающих странные видения, встречаются во многих литературных произведениях. Например, в знаменитой сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», по мнению специалистов, зашифровано действие особого вида мухомора. Так вот, это имеет под собой научное значение. Почему? Потому что, когда возникают галлюцинации у людей, употребляющих мухоморы, а это был именно гриб мухомор, то человеку кажется, что предметы вдруг становятся меньше, и человек вдруг, а я как будто расту. Или человек уменьшается, и он становится как бы лилипутом среди гигантов. То есть для него появляются такие устрашающие какие-то галлюцинации. История доказала, эти игры разума, вызванные грибами, крайне опасны. Через минуту. Секретные опыты ЦРУ. Психиатрические больницы США буквально переполнились больными. Как США с помощью грибов хотели захватить мир? В последнее время уже отмечено, что грибы стали спорами стрелять. Они убивают животных и растения. И уже добрались до нас. Грибки сейчас стали на первое место по поражению организма человека. Кто победит в этой невидимой войне? Грибы или человечество? В 60-е годы прошлого века по Соединенным Штатам Америки прокатилась волна самоубийств среди студентов. Настоящее коллективное безумие. Но что его вызвало? Расследование показало, счеты с жизнью сводили люди, употреблявшие синтетический наркотик ЛСД, извлеченный из галлюциногенного гриба с парыньи. Наркотик ЛСД разрушает и иммунную систему человека, и психику человека. Он действует на гипоталамус человека. Это было выяснено. И полностью зомбирует человека. То есть снять с этого наркотика человека чрезвычайно трудно. Употреблявшие этот препарат заявляли, они словно оказались в другом измерении, где им открылось истинное устройство мира. Но многие так и не сумели вернуться из этой страны чудес. Психиатрические больницы США буквально переполнились больными. Пресса каждый день сообщала о массовых убийствах и самоубийствах людей именно под влиянием наркотика ЛСД. С начала 50-х годов в ЦРУ существовал масштабный секретный проект под кодовым названием МК-Ультра. В то время американская разведка буквально бредила планами подчинения мира с помощью психотропных веществ. И главным сырьем для производства этих субстанций стали галлюциногенные грибы. МК-Ультра – это проект, который разрабатывался в стенах Центрального разведывательного управления. был направлен на, так скажем, попытку понять, что происходит с человеком, с его сознанием, когда оно подвергается воздействию неких химических веществ. По линии Министерства обороны эти проекты были направлены, собственно говоря, на выработку оружия, которое временно выводило из строя живую силу противника. В 1973 году большая часть секретных исследований ЦРУ была уничтожена. В немногих уцелевших документах описываются жуткие эксперименты. В лабораториях с помощью галлюциногенных препаратов людей вводили в кому. Пытались стирать им память и даже саму личность. То есть это что-то такое, то есть абсолютно они абсолютно не помнили себя, не знали, вообще не отвечали ни на какие вопросы. То есть это, если они даже что-то и говорили, то это был какой-то полный, ну скажем так, бред. Когда данные об этих опытах просочились в прессу, разразился небывалый политический скандал. В ходе экспериментов выяснилось, запрещенные препараты имели страшные побочные действия, вспышки агрессии и неконтролируемого поведения. Были несколько инцидентов с людьми, которые проходили эксперименты. Например, Теодор Качинский, известный как Унабомбер. Неизвестно, что привело его к стезе-террориста. Но тем не менее это факт, что часть людей, которые принимали участие в МК «Ультра», они потом как раз начинали заниматься убийствами. Тот же убийца Джона Лейнона, например, он тоже был как раз, участвовал в этом эксперименте. Участники программы «МК «Ультра» были отданы под суд, а сам проект официально закрыт. Биологи доказывают, каждый гриб – это миниатюрная лаборатория, и с этим трудно поспорить. Специалисты признают, химические соединения, которые присутствуют в грибах, уникальны. Для своей агрессии они используют ферменты. Катализаторы биологических реакций, которые позволяют им расщеплять самые разные субстраты. Это может быть растение с очень плотной древесиной. Это может быть нефтяная пленка. Это может быть вещество почвы. Это может быть бетонная крошка. Специалисты уже придумали, как с помощью грибов производить долговечные батарейки и дешевое биотопливо. А недавно ученые из Ельского университета обнаружили в лесах амазонки грибок, поедающий полиуретан. В природе этот пластик не разлагается совсем, а грибку на его уничтожение понадобилось всего несколько часов. На такое пока не способны самые современные технологии. Пластик, его же практически невозможно разложить. Он же у нас останется там столетиями, вот эти вот накопления. А грибочки с этим справляются достаточно легко. Ну, если найдут вот такой вот, собственно, способ, то мы, может быть, все эти помойки пластиковые сможем разложить грибами. Но самая большая тайна – это колоссальная энергия, которую скрывают в себе грибы. Некоторые их виды способны проламывать асфальт и бетон. Другие вырастают за считанные минуты. Третьи светятся. Некоторые грибы даже в темноте фосфорисцируют. Есть такое свечение вокруг грибов. Вот опытные грибники ходят по грибам. Перед рассветом, потому что они видят на полянах некоторое свечение. И они видят это свечение, подходят туда, а там грибы. Энергия измеряется в калориях. Растения накапливают их, поглощая и перерабатывая солнечный свет. Но вот парадокс. Грибы не содержат хлорофила и не питаются энергией солнца. Они переваривают пищу, как животные, но делают это не внутри своего тела, а выделяют соки наружу. Грибы биохимически очень активны. Они вырабатывают различные ферменты, различные биологически активные вещества, которые способствуют гниению органических остатков, гниению растительных остатков, гниению трупов. Ученые признают, они не знают, откуда грибы черпают энергию. А их жизненные циклы не похожи на циклы других земных существ. Может, потому, что эти создания из космоса? Многие исследователи убеждены, грибы – это инопланетная форма жизни, которую миллионы лет назад занесли на Землю астероиды и кометы. На сегодняшний день существует сотни видов грибов. С каждым годом открываются новые и новые виды грибов. Откуда они берутся? Ну, вот, некоторые считают, что даже из космоса, с космической пылью заносится. Много видов грибов, которые еще неизвестны природе. Но если грибы – разумные пришельцы, то с какими намерениями они сюда прибыли? И что у них за миссия на нашей планете? Они начали гонку в армию. Ну, вот, в последнее время уже отмечено, что грибы стали спорами стрелять. Убивают животных и растения. И уже добрались до нас. Грибки сейчас стали на первое место по поражению организма человека. Какие территории грибы уже отвоевали? Тысячи ирландцев все едини за прошлого века где-то умерли с голоду. И кто поможет нам в этой невидимой борьбе? Я считаю, что спасаться надо болезненными бактериями. Не пропустите! Планета в опасности! Микологи, ученые, изучающие грибы, относят их к паразитам. Эти существа питаются за счет других. И они крайне агрессивны. На сегодняшний день грибы настолько устойчивы к различным химическим веществам, к антибиотикам, что мы приходим к тому мнению, что их убить иногда бывает практически невозможно, грибы. А грибы могут размножаться очень быстро. Даже безобидные на первый взгляд шампиньоны и вешенки, которые выращивают на специальных фермах, это самые настоящие хищники. Они моментально захватывают жизненное пространство и уничтожают все другие организмы. Один гриб, например, пенициллиум, может, небольшой даже гриб, за неделю своего роста на питательной среде дать несколько триллионов спор. То есть представьте, за короткое время грибы могут заполонить всю планету, покрыть ее буквально толстым слоем, причем многометровым, и ничего живого на планете не останется. Многие исследователи не исключают – это поведение грибов осознанно. Мое личное мнение, что да, я думаю, что у грибов есть какие-то, если так можно выразиться, помыслы. Они сводятся в основном к тому, что они действительно хотят захватить как можно больше субстратов. И более того, самих ученых зачастую пугает поведение грибов. Сделала движение рукой, чтобы немножечко поправить яркость у микроскопа. И когда я сделала вот это движение рукой к микроскопу, я, глядя в микроскоп, увидела, как вот эти спороносы, эти головки, этой головчатой плесени мукора, повернулись все дружно, их там были миллионы, в сторону движения моей руки. То есть у меня буквально зашевелились волосы на голове, потому что стало страшно. Возникло такое ощущение, будто грибы за тобой наблюдают, они следят за нашими движениями. И, похоже, цель этих космических созданий – наша планета. Британские и американские ученые выступили с шокирующим заявлением. Многим видам животных грозит скорое вымирание. И причина этой катастрофы – грибковые инфекции. Они опаснее вирусных и еще более беспощадные. Грибы вообще могут поражать практически любые слизистые организмы или какие-то внутренние органы. Все зависит от грибов и все зависит от иммунной системы организма. Потому что такие поражения глобальные, грибковые, чаще всего они всегда связаны с какой-то иммунной супрессией, ослаблением резистентности. Есть такие грибковые инфекции, которые действительно никак не лечатся, могут привести к смерти. Грибок поражает все виды животных. От морских черепах до кораллов и пчел. За последние 10 лет только в Центральной Америке исчезло 40 видов земноводных. Эпидемия поставила под угрозу полного вымирания 500 видов животных на всех континентах. Скорость, с которой размножаются грибы, шокирует. И, похоже, они ее только наращивают. Ну вот в последнее время уже отмечено, что грибы стали спорами стрелять. То есть в данном случае это факт, который свидетельствует об эволюции этих микроорганизмов, о желании захватить как можно большую территорию, вытеснить сначала бактерий, простейших тоже вытесняют грибы, а затем, возможно, начать вытеснять уже и высокоразвитые существа, нас с вами. И в этой войне за территорию человечество не осталось в стороне. На планете уже появились места, полностью отвоеванные у нас грибами. Ирландия в середине 19 века это было, что огромное картофельное поле. Монокультура картофеля на весь остров. Такой есть картофельный гриб фитофтора, который, в общем-то, губил и губит картофель, из-за которой там тысячи ирландцев в середине позапрошлого века где-то умерли с голоду. А еще где-то там два или больше миллионов ирландцев уехали в другие страны. И если так будет продолжаться, то человечеству может грозить голод в планетарных масштабах. Вот это вот болень, которая называется черный рак яблони. Видно почернение кончиков побегов. Черный рак уничтожает 10-15 более возрастные яблони. И средств борьбы эффективных, кстати, нет. Более того, грибы уже захватывают и наш организм. Все наслышаны про грибковые заболевания. Но они далеко не так безобидны, как кажется. Они способны поражать слизистые, проникать внутрь. И затем с помощью ферментов, которые они способны выделять, они могут растворять ткани, попадать в кровоток и образовывать в прямом смысле аналоги тромбов. Соответственно, поражать сосуды сердца и проникать даже в мозг. А также поражать другие органы. Российские ученые сделали шокирующее открытие. Оказывается, раковые опухоли вызывают грибковые инфекции. Грибки сейчас стали на первое место по поражению организма человека. Причем грибки, они всеядные. Они питаются и кровью, и лимфой, и клетками органов, и костной системой. У 70% населения Земли в крови живут грибы и плесени. Цифра устрашающая. Специалисты отмечают, эти создания начали против нас самую настоящую войну. Такая армия грибов, жуткая, которая на нашей планете марширует и вытесняет уже и нас, и с нашей планеты. Я думаю, ни к чему хорошему не приведет, если мы не объединимся. Получается, что прибывшие из космоса грибы целенаправленно нас уничтожают. Но для чего они устраивают этот геноцид? Грибы, естественно, в кавычках, образно говоря, воспринимают окружающую их жизнь, окружающие их биообъекты, во-первых, как конкурентов, конечно, за пищевые ресурсы, за экологическую нишу, во-вторых, как объект, который можно использовать в пищу, то есть объект, в котором они могут размножаться, разрушая клетки, наши с вами, клетки животных, клетки растений, и используя содержимое разрушенных клеток для того, чтобы получить питательные вещества и размножаться. По прогнозам специалистов, всего через несколько тысяч лет, а то и раньше нашей планетой будут править грибы, а все другие живые существа, включая человека, превратятся в удобрения для них, как это когда-то произошло с тенозаврами. Ископаемые эти ящеры, кто это все переработал, это все переработали грибы. То есть они утилизовали, сделали их усвоими, все это в почву, все это перешло, и уже новые организмы стали расти. Ученые заявляют, грибы действуют не поодиночке, это единый слаженный механизм. Но где находится мозговой центр чудовища, который координирует их действия? Мы их недооцениваем, а они уже завоевали Землю. Грибы – это самые крупные организмы в мире. Где скрывается грибной супермозг? Представляет собой очень разветвленную структуру, которая пронизывает практически полностью все верхние слои почвы. Можно ли стать союзником грибов? И как поставить их себе на службу? Вот такой вот боровичок, мухоморчик, они все вырабатывают антибиотики. Кто поможет нам в этой невидимой борьбе? Самое интересное в финале программы. Они растут тысячи лет. Рекордсмены могут весить десятки и даже сотни килограммов. Но это только видимая часть гриба. Основная и самая важная его часть скрыта под землей. Он представляет собой очень разветвленную структуру, которая пронизывает практически полностью все верхние слои почвы. Примерно, скажем, сантиметр до 15-20. Особенно плотно пронизана так называемая подстилка, то есть верхний органогенный горизонт почвы. Мицелий. Так по-научному называется грибница. И это одно из чудес света. Только вдумайтесь, на участке почвы размером со стопу человека расположено полмиллиона километров сплетенных паутинок грибницы. Это спрут, окутавший всю землю. Грибы – это самые крупные организмы в мире. В мире. Потому что они могут распространяться на десятки километров. Представляете? То есть по линейным размерам грибы, конечно, превосходят все, что угодно. Это точно. Еще в начале 90-х в научных кругах возникла гипотеза. Грибница служит не просто каналом для передачи питательных веществ. Это умная и самообучающаяся сеть связей. Но как она работает? Специалисты заявляют, грибница с ее разветвленными корнями, так называемыми гифами, удивительным образом повторяет строение сети интернет. Если одна ветвь выходит из строя, ее функцию берут на себя другие. Но где центральный сервер этой глобальной сети? Специалисты уверены, его не существует. Сама сеть и есть тот самый супермозг, который управляет этим гигантским организмом. И работает она по принципу коллективного разума. Эта фантастическая сеть миллионы лет была скрыта под землей, вырабатывая стратегию выживания и строя планы по завоеванию мира. А значит, и появление смертельных грибковых инфекций тоже тщательно продумано. Неужели человечеству действительно грозит вымирание? Многие исследователи заявляют, именно Россия исконно грибная страна. И наши предки никогда не боялись грибов. На Руси грибы не только ели, но и активно использовали их в лечении. Однако эти знания много веков назад были утеряны. То, что мы находим сейчас по крупинкам, это, кстати, очень интересно. На каких-то свитках в Новгороде, на каких-то записях церковно-славянских, например, очень интересно, в 12 веке у нас же только-только начинали работать в госпитале при храмах Киевско-Печорская Лавра. Там же были первые целители, которые работали именно с грибами. Они уже знали, что грибы лечат. Именно грибы подарили нам главный антибиотик пенициллин и много других современных лекарств. И вот такой вот боровичок, мухоморчик, они все вырабатывают антибиотики. То, что не может делать ни одно растение, ни ромашка, ни зверобой, хотя они лекарственные растения, то грибы делают легко. И у гриба может быть до нескольких вот таких вот продуцентов, до пяти видов. То есть, например, боровик вырабатывает такой антибиотик, который называется болитол. Наши предки тысячелетиями практиковали лечение грибами. Теперь этим занимается отдельное направление в медицине фунготерапия. Специалисты заявляют, грибы действительно могут избавить практически от всех болезней, начиная от простуды и заканчивая диабетом и туберкулезом. Похудеть на грибах и восстановить гормональный фунт достаточно легко. Это рецепт японских гейш. Вы помните, они такие вот миниатюрные, такие фарфоровые, такие красивые. Так оказывается, у каждой вот такой вот гейш у нее был рецептик, куда входили грибы мейтаки. А мейтаки это считается вообще грибом японских гейш или женским грибом. То есть он восстанавливает гормональный фон при климаксе, он упорядочивает массу тела, то есть работают на похудение. Более того, грибы сегодня используются как лекарство при онкологических заболеваниях. Веселка это абсолютно можно сказать, что это противораковый гриб. Это самый эффективный гриб, вот из которых я знаю, а знаю я их сейчас достаточно много в химическом и биологическом плане. Так вот, это гриб, который действительно подавляет раковые клетки на десятый день. Это фантастика, но это так. И это подтверждено. Исследования на мышах уже доказали, гриб-веселка может не только остановить развитие опухолей, но и уменьшить их, приостановить образование метастаз. Сразу же поясняют, когда нам говорят, так что же, мы потом не будем делать операции, там рака, химиотерапию, будем, будем. Потому что грибы на данном этапе, может быть, мы, конечно, и выйдем на очень эффективное лекарство, но сейчас они работают как палеотивное средство, то есть как дополнительное средство. И самое главное, мы можем остановить атаку грибов на нас и научиться жить с ними в симбиозе. Нужно их держать в своем подчинении. Для этого должен быть хороший иммунитет и огромное значение сейчас вот мы уделяем эмоциям. Микологи предлагают еще один выход. Объединиться с бактериями против грибов, потому что эти простейшие единственные, кто сможет победить. чем лечиться вопрос? Как спастись? Я считаю, что спасаться надо полезными бактериями, которые будут вытеснять грибы из организма человека и животных. Но это, конечно, пробиотики и, конечно, на основе бацин. На сегодняшний день это те препараты, которые способны вытеснить грибы. Грибы могут убить нас и спасти нам жизнь. Ученые сходятся в одном. Если грибы действительно прибыли к нам из космоса и пытаются захватить нашу планету, у них есть для этого все шансы. Им не страшны экологические катастрофы и эпидемии. Они переживут даже ядерные войны. А человечество скорее вымрет само, если продолжит так же бездумно относиться к собственной природе. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ